Игра в пейнтбол это нечто среднее между салочками, прятками и зорницей. Ее цель захватить знамя противника, расстреливая врагов из пневматического ружья, стреляющего шариками с краской, которые разрываются при соприкосновении с целью. Шарики для пейнтбола изготавливаются из нетоксичных веществ пищевого класса. Для изготовления оболочки в огромную подогреваемую смесильную емкость заливается вода, в которую добавляется подсластитель и секретная комбинация ингредиентов. Оригинальный рецепт производителям не разглашается. И, наконец, в емкость добавляют ключевой ингредиент, который придает оболочке форму – желатин. Все это перемешивается в течение часа. Затем смесь отправляется в путешествие из миксера в подогреваемый бак, называемый транспортировочной цистерной. Здесь отфильтровываются все твердые частицы и комки. Как только весь гель оказывается в баке, в него опускают огромный смеситель. В бак добавляют пищевой краситель и размешивают в течение 20 минут. Этот метод используется и для окрашивания наполнителя краски, которой заполняется оболочка в других цехах фабрики. Наполнитель изготавливают из полиэтиленгликоля, который также добавляют в сиропы от кашля. Для густоты в него добавляют воск. Добро пожаловать в цех завивки. Отсюда гель и наполнитель из цистерн подаются в герметизационную машину этажом ниже. В начале машина распределяет гель по охладительному барабану. В результате получается непрерывная тонкая гелевая лента. Охлаждение доводит желатин до состояния, когда из него можно формировать оболочку шариков. Эта машина вдавливает гелиевую ленту в трафарет с полукруглыми лунками, из которых выходят половинки будущих шариков. Эта машина осуществляет следующие три стадии в один заход. Она соединяет половинки, начиняет их и запечатывает края. Эти только что изготовленные шарики еще довольно мягкие. Если их не высушить, они потеряют форму. Поэтому на следующем этапе они попадают на ленту конвейера и в сушильный барабан. Оттуда они направляются на вешалу, напоминающие те, что стоят в пекарнях, где досыхают. Для изготовления двухцветных шариков используется тот же процесс, только в герметизационную машину заправляются две гелиевые ленты разного цвета. Одна для одной половинки, другая для второй. Готовые шарики отправляются на автоматическую счетную машину. Производство этой амуниции – длительный процесс, но усилия производителей не пропадают даром. Это подтвердят вам миллионы поклонников пейнтбола, особенно завсегдата и холостяцких вечеринок. Игра, изобретенная всего 15 лет назад, уже стала популярной в 50 странах мира. Однако не все так просто. Все больше и больше компаний заказывают пейнтбольные партии для своих сотрудников, чтобы укреплять в них дух коллектива. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...